Добрый вечер! Ваш выбор телеканал Узбекистан Тараха в эфире передача на перекрестках истины. Сегодняшняя тема нашей беседы — взаимоотношения Османской империи с государствами Центральной Азии в XVI-XVII веках. У нас в студии гость. Знакомьтесь, исследователь Института Востоковедения при Академии наук Республики Узбекистан Фарух Розаков. Рада вас видеть! Здравствуйте! Фарух, при каких обстоятельствах зародились дипломатические связи государства Шибанидов с Османской империей? Они зародились в XVI веке, и в целом геополитические изменения были колоссальными. В Евразии происходили бурные события. XVI век также является веком великих географических открытий, когда основные торговые точки перемещаются с мест Великой Шелковой Пути на побережье Великих океанов, таких как Тихий океан, Атлантический океан. И падение торговли в целом в Азии тоже повлияло на экономическую стабильность в регионах, а также разделение исламского мира на два фронта, то есть на шиитский фронт отдельный, во главе с государством Сефибидов в Иране, и также на суннитские страны, такие как новое государство центральное государство Шибанидов и мощная империя на тот момент, мощнейшая империя в мире, Османская империя. Вот, и новая религиозная доктрина Ирана, она, конечно, была очень враждебна, и в этих условиях Шибаниды и османские турки вполне логично начали сближаться и создавать союзы, делать все возможное, чтобы уничтожить новую общую угрозу во главе с шиитским Ираном. Нужно также отметить, что государство Шибанидов пыталось завладеть землями бывших тимуридов. Маверонахрм они быстро завладели, но осталась другая территория, территория Хорасана, и на эту территорию претендовал и Иран, и новый узбекский государство Шибанидов. В борьбе за Иран силы были не очень равными, и, соответственно, иранское государство доминировало в регионе, в Хорасане. И в борьбе за хорасанские территории силы Ирана превосходили силы Шибанидов. И в этом аспекте Шибаниды нуждались в серьезном союзнике, и этим союзником оказалось государство Османской империи. Соответственно, Османская империя тоже нуждалась в новом союзнике, так как Иран воевала на два фронта, то есть против Османской империи за земли Восточной Анатолии и Ирака, и против узбекского государства за земли Хорасана. Вполне логично, что Османская империя и государство Шибанидов заключили союз против Ирана. Нужно было с двух сторон, как они планировали, разбить Иран, атаковав это государство с двух сторон. То есть узбекское государство должно было вторгнуться в предел Ирана с северо-востока, соответственно, Османская империя должна была давить на Иран с западных территорий. А какой позиции придерживалось Хорезмское ханство в своих взаимоотношениях с Османской империей? В Хорезме тоже в этот период, в начале XVI века, приходит новая династия. Она известна как династия араб-шахидов. Она была очень враждебна к династии бухарских шибанидов. Они имели общий корень, то есть все эти династии происходили с территории Золотой Орды. Но династийная борьба, которая произошла еще в степях Золотой Орды, продолжалась и в Маверонахре. Соответственно, Хорезмское ханство было изначально враждебно к бухарскому ханству шибанидов. Но нужно отметить, что Хорезм тоже была сунницкая держава, но она не придерживалась сунницкой лояльности с бухарским ханством. То есть Хорезмийцы, Хорезмское ханство видели большего врага в лице бухарского ханства, нежели в лице иранских шиитов Казалбаши. И, соответственно, в этой войне между Ираном и бухарским ханством Хорезм придерживалась нейтралитета. Только в тех случаях, когда иранская экспансионистская угроза с юга затрагивала непосредственно Хорезм, в этих случаях Хорезмское ханство обращалось к османскому султану за помощью или же для урегулирования вопроса, связанных с закрытием путей с юга. Так как Иран, после начала военных действий, начал закрывать все торговые пути, а также пути для паломников, идущих в адж. То есть южные пути для Центральной Азии были закрыты в XVI веке. Фарух, при каких обстоятельствах взаимоотношения между Бухарским ханством и Османской империей достигали эффективных результатов? Да, нужно отметить, что если посмотреть на весь XVI и XVII века, то не всегда эти отношения приносили ожидаемых результатов. Во-первых, нужно отметить, что цели были не очень одинаковые. Например, Османская империя преследовала свои цели, Бухарское ханство имело свои цели. И внутриполитическая ситуация в Средней Азии, в Центральной Азии в целом, и непосредственно в государстве Шейбанидов тоже влияла на ход этих отношений. Например, я могу привести, показать на примере случай, когда султан Сулейман отправил янычаров и некоторое количество орудий, это были пушки, снаряды и винтовки нового типа, железные винтовки для Бухарского ханства, чтобы они эффективно воевали против сефевидов, против Ирана. Но все эти оружия и ресурсы были использованы во внутридинастийной борьбе между узбекскими царевичами. То есть все эти орудия были использованы во время борьбы между Самаркандом, Бухарой, между Ташкентом и Ферганой. То есть внутриполитическая нестабильная обстановка в Бухарском ханстве, в государстве Шейбанидов, сильно отрицательно повлияла в целом на ход османа-бухарских взаимоотношений. То есть султан Сулейман направил эти орудия, чтобы узбеки могли воевать против Ирана эффективно, то есть имея более высокие технологии. Но эти технологии были использованы для внутримеждоусобной резни между узбекскими царевичами. К большому сожалению, но это так и произошло. И во главе этих действий стоял ташкентский правитель, а потом и правитель, верховный правитель государства Шейбанидов, Науруз Ахмад, Баракхан, известный как Баракхан. Какие цели преследовала Османская империя, заключая союзы с Бухарским ханством? Цель этих союзов было уничтожение государства Иран. Иран, нужно учитывать ту эпоху, в 16 веке все государства на Востоке были религиозными. То есть религия ислам доминировала. И та религиозная политика, которая проводила иранские шахи, она никак не соответствовала общим устоявшим принципам суннитского мира. Суннитский ислам был доминирующим, то есть основной религией Османской империи, так же, как и у нас в Центральной Азии. Суннитский ислам был основной религией и в Бухаре, и в Хорезме, и в целом по всей Центральной Азии. Сама доктрина шиизма, она сильно вызывала религиозное разногласие. То есть исламский мир в 16 веке окончательно разделился на два фронта. По одну сторону стояли османские турки и государство шейбанитов, по другую сторону стояли иранские сафивиды и шииты. Фарух, а чем отличаются взаимоотношения Бухарского ханства с Османской империей при династиях шейбанитов и аштарханида? Да, мы видим большую разницу между этими династиями. То есть отношения этих династий к Османской империи менялись. Также в большей степени отношения Османской империи в 16 веке, если сравнивать с 17 веком, то есть в 17 веке уже проявили аштарханиды, то резко отличается. Если 16 век мы назовем эпохой шейбанитов, весь 16 век, 17 век — это уже эпоха аштарханидов. Отношения меняются, то есть мы видим пассивность, упадок в дипломатических отношениях, то есть активность уже падает в эпоху аштарханидов. Причина этому опять-таки Иран. То есть отношения между Ираном и Османской империей начали улучшаться. То есть в 1639 году был заключен Османо-Сефевитский мирный договор. И этот мирный договор существовал, придерживался долгого периода. Наступил долгожданный мир между Ираном и Турцией, который продлился более 100 лет. Соответственно, бухарские правители, аштарханиды, видя, что они уже не имеют столь сильного союзника, столь сильной поддержки в лице Османской империи, тоже решили решить вопрос с Ираном дипломатическим путем. Отказались от претензий на Хорасан. Они оставили только за собой часть Хорасана, восточный Хорасан, а именно провинцию Балх. И бухарские аштарханиды, новая узбекская династия аштарханидов, решила улучшить свои отношения с Ираном, несмотря на то, что Иран оставался шиитским государством, а бухарское ханство оставалось с суннитским государством. И, соответственно, это были строгие суннитские государства и строгие шиитские государства, которые принципиально придерживались своих религиозных доктрин. И мы в 16 веке видим, как Иран тоже смягчает свое отношение и к Османской империи, и к Бухарскому ханству, и в целом к Центральной Азии. Например, Иран уже начал открывать пути для паломников из Центральной Азии. Началась торговля, оживилась торговля. Соответственно, каждый паломник, по сути, он являлся и торговцем. По ходу своих паломнических мест, паломники совершали и торговые операции. Торговля само собой приносила определенный доход. Это было выгодно и бухарскому правителю, и иранским правителям. И сама торговля, торговая деятельность поощрялась именно джуйбарскими шейхами, которые являлись религиозными лидерами Центральной Азии. И мы видим, как таковых серьезных причин для ведения войны против Ирана уже нет. Я могу привести пример непосредственно имам Кулихана, аштарханитский правитель. Он сам лично совершил хадж, пересекая территорию Ирана. То есть, непосредственно он был гостем, был таким высокопоставленным гостем у иранского правителя. То есть, отсюда мы делаем вывод, что отношения именно при имам Кулихане, при бухарском правителе имам Кулихане, отношения уже были вполне хорошими, то есть, партнерскими. То есть, несмотря что религии, обе стороны исповедовали разные течения ислама. Несмотря на это, имам Кулихан спокойно, свободно мог добраться до хиджаза и совершить паломничество в Мекку. Интересно. Какое значение имеет история дипломатических отношений государств Центральной Азии с Османской империей? Нужно отметить, что при изучении этой темы мы обращались к архивным документам. В первую очередь, это османские архивные документы, которые хранятся в Турции. Часть этих документов уже опубликована в специальных книгах, в сборниках, в томах. Читая, изучая эти документы и в целом, изучая работы, труды, диссертации разных ученых, которые затрагивали данную тему, мы можем заметить, обратить внимание на внутриполитическую обстановку в Центральной Азии. То есть, изучая османские документы, мы можем открыть новые грани в историю Узбекистана непосредственно. Так как османские документы показывают, насколько была обстановка внутри Центральной Азии, какая была обстановка в Бухаре, в Самарганде, в Ташкенте, и какие были отношения между царевичами, насколько была остра и насколько была накалена междинастийная борьба внутри шейбанидов или аштарханидов. То есть, непосредственно изучая данную тему, мы открываем новые страницы в истории нашего государства. Вы сами непосредственно занимаетесь этой темой, да? Да, моя исследовательская работа касается этой темы. И в данный момент мы изучаем, открываем новые вещи в нашей истории. Вообще эту тему кто-то еще изучал до вас? Да, соответственно, были проведены ряд работ, особенно в Турции, были проведены ряд работ в России, в Центральной Азии. Есть небольшие исследования в республиках Центральной Азии, в Казахстане, в Киргизии, в Узбекистане тоже проводили исследования. И в данный момент я тоже провожу исследования по этой теме. Тут можно опираться на различные источники. Главный источник — это, опять-таки, Османский архив при кабинете премьер-министра Турции. Находится в Стамбуле специальное учреждение, где хранятся большая часть архивных документов, касающихся Османской империи. Другие источники — это книги, которые описывали дипломатические отношения, например, посольские миссии. Третий источник — это наши узбекские источники, такие как Абдулла Наме, Шейбаны Наме, Убайдула Наме. В этих источниках имеется небольшое количество данных, которые касаются этой тематики, а также записки различных путешественников, мемуары их, которые записывали все, что они видели. Эти источники тоже имеют колоссальное значение, они тоже вполне объективно написаны и правдоподобны. Фарух, вообще, что дает знание именно дипломатических отношений XVI-XVII веков? В первую очередь, это опыт для будущего, что при каких обстоятельствах государство, та или иная страна или цивилизация должна вести международную политику. Обращать внимание на факторы, которые принуждают те или иные государства к созданию союзов. Или, скажем, вызывают враждебные действия по отношению к другим государствам, или, соответственно, враждебные действия со стороны других государств к данным регионам, допустим. То есть, история дипломатии очень важна для, в целом, для истории, а также для формирования внешней международной политики для любых государств. Поэтому, скажем, для будущего, для развития, для введения более умной и грамотной, полезной политики в целом, в современном мире, история дипломатических отношений имеет колоссальное значение. И изучая те ошибки или достижения, мы можем проводить более грамотную политику в будущем. И делать выводы. И делать выводы, соответственно. Спасибо. Вот такую интересную историческую информацию нам рассказал исследователь Института Востоковедения при Академии наук Республики Узбекистан Фарух Розаков. Оставайтесь на телеканале Узбекистан Тараха. Оставайтесь на телеканале Узбекистан Тараха.